Поведать с миру многое, если не все о нас. Спадшину Беларуси представили сегодня в Национальном историческом музее. Знаменитый авторский проект Александра Алексеева и Олега Лукашевича впервые показывают целиком. Выставка – итог того, что сделано с начала века. Ну, впереди новые кадры. Александр Матяс на долгую память. Белорусский мир еще стоял в руинах, когда образно вылетела птичка. Сейчас в фотоархиве проекта более 10 тысяч изображений. Это наша спадшина. Вдоль 640 километров, 555 поперек и вокруг 2350 километров. Везде их глаза были напротив. Свой проект мы начали в 2001 году. И, считайте, за 20 лет мы объездили всю Беларусь. Мы видим действительно очень сильный подъем самосознания, как люди стремятся именно возродить свою спадшину. Выставы, которые мы показываем по всему свету, это так само такая демонстрация Беларуси. То, что наша история мая тысяча годов. И, конечно, сегодняшняя презентация нашего мастацкого проекта «Спадшина Беларусь» она присвечена такому промежковому вынику. Сверхдостижения авторов проекта книгу-альбом «Спадшина Беларуси» переиздавали в 18 раз. Почти 47 тысяч экземпляров. Старые со свежими не точь-в-точь восстановили дворец Козел Поклевских в Красном береге возле Жлобина. Фотохудожники снова туда. Помнит Вена и Париж и Варшава эти виды на Беларусь. С чем можно сравнить с Падшину? Скажем, с песней про Зубра Миколы Гусовского. Первой поэмой о нашем крае адресованной европейскому читателю 16 века или с зарисовками 19 столетия Наполеона Орды. А еще с работами мэтра авангарда 20 века Марка Шагала. Страницы о них тоже попали в историю. Дом Костешки в Меречовщине и Мицкевича в Новогрудке. Естественные декорации к фильмам, портретам, документальные картины показывают всем, откуда родом. Луис Барт Майер. Менчанин открыл звезд больше, чем есть на небе. Кино спадшина в музее. Варта представить гэта, потому что гэта наш гонор. Гэта книга есть у генерального директора Державного Эрмитажа, директора гисторичного музея в Москве, директора историко-культурного музея Махдебурга. И когда люди открывают книги, гортают сторонки, и на их твары безумовно изделение и уражение, конечно, это все очень приемно. Печатная спадшина также в библиотеке патриарха Московского и всей Руси Папы Римского, британской королевы, премьер-министру Венгрии. И не только ему книгу-альбом подарил наш президент. Это все от прадеда Успокон Вякоу, родное. Александр Матяс, Юрий Лбовников. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова